За неделю до Нового года Агата получила сильнейший стресс и разочарование. Она ждала подарка от мужа, надеялась и думала, что он преподнесет ей путевку на двоих в Турцию. Они это обсуждали еще в начале года, потому что в тот раз они не смогли улететь. Заболела его мать, и пришлось Агате ухаживать за ней почти месяц. После работы ехала в больницу, а потом еще и после выписки к ней домой. Нужно сказать, что свекров Агаты капризная и своенравная, но невестка все вытерпела. Агатик, обещаю тебе, следующий Новый год будем встречать в Турции. Спасибо тебе за терпение, за уход за моей маман. Она еще та каприза. Я это знаю и поражаюсь твоему терпению, — говорил Антон. За 22 года семейной жизни с Антоном она себя чувствовала счастливой и любимой. Взаимопонимание и доверие всегда присутствовало в их семье. Но вот в этот последний год все было как-то не так. Она связывала это с болезнью свекрови. Антон переживает за мать. Ну ничего, скоро все встанет на свои места. Дочка полгода назад выскочила замуж за однокурсника и укатила с ним к нему на родину, под Питер. Часто созваниваются. Она довольна и счастлива. До Нового года осталось всего ничего. И Антон сообщил жене. «Агат, у меня завтра новогодний корпоратив. Ну ты же знаешь, мы всегда без своих половинок. Это для тебя не новость. А у вас когда в офисе?» «У нас через два дня», — спокойно ответила она, зная, что муж всегда на корпоративы ходит один. Так у них заведено в компании. Такие правила установил генеральный директор. С корпоратива Антон вернулся на следующий день к вечеру. Когда жена дозвонилась до него, он ответил, что перебрал спиртного и ночевал в кабинете. Вечером будет дома. Агата, как всегда, поверила мужу и успокоилась. А вечером он пришел, переоделся, закинул рубашку в стирку и, как ни в чем не бывало, обнял жену. «Ну давай ужинать. Есть хочу, как волк. Я знаю, у тебя всегда все вкусненько». После ужина его разморило. Он ушел в спальню и тут же уснул. Агата в ванной случайно увидела его рубашку в незакрытой стиральной машине. Он небрежно ее закинул. Она вдруг увидела на рубашке два ярких пятна и, достав его из машины, убедилась, что это не что иное, как красная помада. Наутро произошел разговор на повышенных тонах, когда она спросила о помаде на его рубашке. «Ты что, не понимаешь?» «Бывает. Случайность какая-то. Кто-то с коллег, видимо, мазнул по плечу. Мы танцевали, веселились, а ты как будто не знаешь, как проходят корпоративы». Агата обиделась. Вместо того, чтобы ее успокоить, он еще наезжает на нее. Разъехались по своим предприятиям. А вечером она случайно столкнулась с Лерой, ее бывшей соседкой-одноклассницей, которая работает вместе с Антоном. «Ой, привет, Агата! Сколько лет, сколько зим! Как живешь-поживаешь! Не выставила еще своего муженька! Мы все в офисе гадаем, выставишь ты его или не выставишь!» «А я должна его выставить? Что-то не понимаю я тебя, Лер!» Удивилась она. «Ой, Агат, не делай вид, что не понимаешь и ничего не знаешь. А вообще-то жизнь показывает, что жена все узнает в последнюю очередь. Может, и у тебя-то твой Антон еще тот Казанова. Он, секретаршей нашей, уже давно мутит-крутит. Да, и до этого никогда не упускал возможности», — говорила Лера. Агата смотрела на нее круглыми глазами. Лера поняла, что она действительно не в курсе похождения ее мужа Казановы. «Ой, прости, пожалуйста, ты прям ничего не знаешь. А ну, присядем на скамейку, я тебе все расскажу. Кто-то должен тебе открыть глаза. Все равно это до поры до времени, сколько веревочке не виться». Лера рассказала много чего об Антоне. Жена впервые увидела его совсем в другом свете и не знала, верить или нет. Но Лера говорила откровенно и убедительно. Этого у нее не отнять. Агата хорошо знала ее, она врать не будет. Вечером был грандиозный скандал. Антону уже не было смысла все скрывать. И он выдал жене. «Да, у меня с Даной давно отношения. Мы любим друг друга. И она ждет от меня ребенка. Ну и что же, что разница в 18 лет? Это не беда. Зато я с ней чувствую себя тоже 20-летним пацаном». Агата выкинула его вещи, он собрав чемодан и уехал к своей Дане, сообщив, что на развод подаст после Нового года. А она свободна и пусть делает, что ей заблагорассудится. Как она пережила предательство, знает только она. По натуре решительная и гордая, поплакав на взрыт, все из себя со слезами вылила. И через сутки уже никто не мог сказать, что она в глубоком трансе. Нет, она решила жить дальше без Антона и жить хорошо. Через два дня позвонила Лера и, узнав, что Агата выставила мужа, пригласила ее к себе на Новый год. «Агат, приезжай к нам на дачу за город. У нас будет компания. Будем встречать Новый год. Будет весело, будут шашлыки, звезды, природа. В общем, тебе нужно развеяться. Новый год нужно встречать весело, а не в слезах. Ты же знаешь, как встретишь Новый год, так и проведешь. Муж, записывай адрес, а я тебе еще завтра позвоню». «Ну, не знаю, Лер, как-то неудобно в незнакомую компанию, да еще с таким настроением. Я ведь теперь брошенка. Муж бросил, ушел к молодой. Самая банальная история в жизни». «Знаешь, прекрати убиваться. Антон не достоин тебя. Еще бросит его эта молодая. Вот тогда и почувствуется все на своей шкуре. А мы будем веселиться. Приезжай часам к восьми вечера». Не хотелось Агате встречать Новый год в незнакомой компании. Она знает лишь Леру и ее мужа. Но и дома сидеть тоже не хотелось. «Ладно, возможно, это хороший вариант. Адрес записала». Ответила она сама себе. На свой корпоратив не пошла. Не то настроение. А Лере твердо пообещала, что через два дня приедет к ней в гости. 31 декабря Агата купила мандарины, конфеты, шампанское, даже мишуру и гирлянду. Прихватила и отправилась к Лере в гости. Вызвала такси. Указала адрес и поехали в дачный поселок. Приехали в поселок. Темно, фонари кое-где. Номеров домом не видно. «Ну и как мы найдем этот дом? Кругом много снега, лес. У них дом с зеленой крышей», – вспомнила Агата. Поехали дальше, но дом не нашелся. «Может, спросим у кого-нибудь?» – обратилась она к таксисту. Таксист увидел мужчину, который торопился и спросил через открытое окно. «Не подскажете, где находится дом номер 56 с зеленой крышей?» Покрутив головой, мужчина ответил. «Вам нужно ехать дальше, по лесной дороге. Там он должен быть. Он стоит немного в стороне». Через некоторое время таксист остановился у дома с зеленой крышей. Вокруг дома фонари, светло, почти как днем. Агата расплатилась и вышла. Открыв калитку, она вошла во двор. Во дворе много народу. Кто-то готовил мангал, кто-то весело разговаривал. Около дома наряжали елку. Агата искала Леру, но не видела ее. А к ней быстро подошла пожилая женщина и сказала. «С наступающим вас! А вы одна?» «Да, меня Лера пригласила. А меня зовут Агата». «Лера?» – удивленно спросила женщина и потянула ее за рукав. «Проходите, проходите. А там и Лера подъедет. Меня зовут Ирина Петровна». Агата никого не знала, но к ней тут же подошли некоторые гости, познакомились, музыка играла. Все были веселые, довольные, поздравляли друг друга с наступающим. Ирина Петровна взяла у нее с рук пакет, пригласила в дом. «Располагайтесь. А если нужно переодеться, вот сюда, пожалуйста. Будем вначале дома, а потом во двор выйдем». «Нужно же будет фейерверк запускать». «Мамуль, а кто эта прекрасная незнакомка?» – услышала она приятный мужской голос. «Это Агата. Кто-то из наших пригласил ее». «Добрый вечер и с наступающим! Я Агата, а я Захар. Будем знакомы. А вы одна?» – поинтересовался он. А она отметила его серьезный, удивленный, теплый взгляд, серых глаз. «Ох, какие пушистые ресницы! Наверное, многие женщины завидуют ему!» пронеслось в ее голове. А вслух сказала. «Да, одна. Меня Лера пригласила. А где она?» «Не знаю. Подъедет, наверное», – сказал Захар. «Пойдемте, познакомлю вас с гостями». Знакомство было легким и быстрым. Захар шутил, рассказывал какие-то веселые истории своей врачебной практики. Оказалось, что он врач-стоматолог, он старше Агаты на три года. Ему 47 лет. И через короткое время Агате показалось, что они с Захаром знакомы уже сто лет. Все вместе готовились к празднику. И вот решили усаживаться за стол и проводить старый год. Весело расселись. Захар усадил Агату рядом с собой. «Я на правах здешнего старожила буду ухаживать за вами. Вы не против, Агата?» «Нет, совсем не против». Все было очень душевно и тепло по-домашнему. Но в то же время немного торжественно. И ей уже казалось, что она всех давно знает. Чувствовалась во всем волшебная, сказочная атмосфера. Агата давно не чувствовала себя так хорошо, свободно и весело. Единственное, ее беспокоило, что она никак не могла увидеть Леру. Она спросила Захара. «А где Лера? Почему-то я ее не вижу». «Не знаю. Должна скоро подъехать». «Мамуль, а где наша Лерка?» «Она звонила. Едет с дочкой. Скоро будут». Весело ответила Ирина Петровна. Агата подумала, что Ирина Петровна что-то перепутала. У Леры нет дочки, а взрослый сын. Но в это время все подняли фужеры, провожали год. Захар ухаживал за Агатой и попросил разрешения говорить ей на «ты». «Мы за столом среди друзей, так что давай на «ты». «Давай», весело согласилась она. «С наступающим». Потом ели горячий шашлык. Гости без конца поздравляли друг друга. До Нового года оставалось совсем немного, когда в дом вошла молодая женщина с девочкой лет двенадцати. «Всем привет и с наступающим», улыбалась она. «Привет, Лерка, присаживайся скорее с дочкой, сейчас президент будет поздравлять», сказала Ирина Петровна. «А вот и Лера, моя младшая сестра», сказал Захар. Агата испуганно смотрела то на Захара, то на Леру и ничего не понимала. С Лерой весело здоровались и все гости тоже поздравляли. «Тихо, тихо, а вот и наш президент с поздравлением», проговорил кто-то. Все выслушали поздравления. Потом был бой куранта, шампанское, поздравления друг друга. Захар весело смотрел на Агату, а она уже догадалась кое о чем. «Агата, с Новым годом! Ты почему такая неуверенная и растерянная?» «Новый год наступил, а это значит, могут случиться новые чудеса, новая жизнь». «Захар, ты меня извини, но я не знаю эту Леру. Меня пригласила моя одноклассница Лера и дала адрес, а сюда привез таксист. Мы дорогу спрашивали какого-то мужчины, и он указал на этот дом». «Значит, я перепутала адрес и, похоже, не туда попала». «Как это не туда?» «Как раз туда. Теперь я тебя никуда не отпущу. А я что говорил? Чудеса случаются в новогоднюю ночь». Сидящие рядом услышали разговор и поддержали Захара, а Ирина Петровна так и заявила. «Агата, значит, тебя прислал к нам Дед Мороз, и ты будешь Снегурочкой. Пошли со мной». «Но мне неудобно. Я сейчас уйду. Некрасиво получилось. Пришла в чужой дом незваной гостьей. Никаких «но». Никуда не отпускаем тебя. Теперь ты наша Снегурочка». Все закричали «Снегурочка! Дед Мороз!». Захар взял за руку Агату и завел ее в другую комнату, где уже была Ирина Петровна. «Давайте скорее, переодевайтесь». Вошел Дед Мороз с посохом и мешком. Агата еле признала по пушистым ресницам Захара, и они вышли к гостям. Так весело Агата еще ни разу в жизни не встречала Новый год. Здесь было все – и звезды, и елка, и вкусный шашлык, и фейерверк, и Дед Мороз. А Снегурочкой была она сама. А главное – замечательная волшебная атмосфера, приятное общение и гостеприимные хозяева – Захар и его мать Ирина Петровна. 1 января, ближе к вечеру, Захар повез Агату домой. Прощаясь с Ириной Петровной, она сказала, «Я вам очень благодарна за гостеприимство. Как здорово, что я попала именно к вам. Я всегда мечтала о необыкновенном празднике, и это со мной случилось. Я его получила. Спасибо вам. Это было незабываемо. Я рада, Агата, и до встречи. Надеюсь, мы не потеряемся в этом году». И что-то шепнуло на ухо сыну. Они не потерялись, и более того, после 7 месяцев встреч Агата переехала в большой дом Захара и стала полноправной хозяйкой. А Ирина Петровна уехала к себе в соседний город, где живет уже давно. А сына навещает часто, потому что он уже 3 года живет холостяком после развода с женой, которая укатилась другим куда-то на морское побережье. Мать периодически балует сына вкусностями и пирогами. Ну, а теперь это забота Агаты. Теперь она балует Захара своей чудесной выпечкой. Такое может случиться только в новогоднюю ночь. И никто от этого не застрахован. Счастье Агата нашла сама. А, скорее всего, это кто-то свыше направил ее именно в этот дом. Так что нужно верить, в новогоднюю ночь чудеса случаются.